Можно сколько угодно ссылаться на кризис, но никто не отменял наших основных функций создания качественных условий для жизни людей. Цитата из выступления главы Республики Бурятия перед министрами. Слова не мальчика, но мужа. А дальше, как удержать бизнес в Бурятии, куда исчезают ее жители и как рынок украл книгу у народа. Здравствуйте, я Владимир Банчиков. Это программа «Золотые перья». Но свое мнение я выскажу о свежей публикациях наших газет чуть позже. А сейчас слово нашему гостю. А сегодня у нас в гостях экономист Алдар Бадмаев. Алдар, еще раз здравствуй. И, пожалуйста, вот тебе газеты в руки. У нас, конечно, газет много, публикаций много очень интересных. Мое внимание привлекли две из них. Прежде всего, первое – это по поводу тех вариантов будущего, которые в настоящее время нам, что называется, светит, что называется. Или предлагает. Или предлагает, да. Наш глава заявляет о том, что, несмотря на сложную бюджетную ситуацию, в целом, все обязательства перед бюджетниками будут выполнены. И благодаря этому, собственно говоря, ситуация, видимо, в республике будет как-то стабилизироваться. Тебя что-то в этом смущает? Меня в этом смущает, прежде всего, то, что речь идет о 2016 году. И есть информация о том, что в 2016 году Россия в целом проедает последние остатки резервных наших фондов. Ситуация становится уже предельно непредсказуемой. И говорить о том, что, во-первых, будут выполнены стопоцентно все бюджетные обязательства, во-первых, это вызывает сомнения. Это первое. Второе. Самое главное, что я считаю, что надо говорить-то не об этом. Надо говорить о том, что за счет каких ресурсов мы все-таки будем не просто выживать, а за счет чего мы будем как-то все-таки поднимать нашу экономику. И вот, мне кажется, в условиях кризиса надо всегда говорить именно об этих вещах. Вот вторая статья, насколько я знаю, на которую ты обратил внимание, это по выравниванию энерготарифов. Да, совершенно верно. Проблема выравнивания тарифов, она, собственно говоря, у нас, как правило, всегда стоит неким таким камнем преткновения проблемы нашего экономического развития. И как один из путей, автор Дима Родионов пишет о том, что, возможно, след за этим последует как раз-таки объединение регионов именно с целью выравнивания энерготарифов. Я лично считаю, как экономист, и просто общаясь с коллегами, в том числе из Иркутской области, никто вот этого объединения, в общем-то, не рассматривает всерьез. Более того, объединить бедного с богатым, понимаете, это был путь решений во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Сейчас в современных условиях, как правило, такие вещи, они, в общем-то, с экономической точки зрения не рассматриваются. Более того, это считается путь никуда, потому что любой менеджер знает, что единственный правильный путь, это сначала выровнять ситуацию у бедного региона, выправить как-то, стабилизировать, поднять, а потом уже как-то рассматривать какие-то варианты. Я лично за объединение, вот, я думаю, что иркутяне будут против. Алдар, спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. С тех пор, как Крым стал наш, мы с вами вынуждены спасать его экономику, зачастую в ущерб собственной. Информполис и статья уходят в Крым. Информполису стало известно о том, что несколько предприятий Бурятии и Иркутской области начали перерегистрироваться в Крыму. При этом, разумеется, регионы теряют своих налогоплательщиков. За последние годы единственной хорошей новостью в Бурятии является введение налоговых каникул. Республиканский закон, принятый на 12-й сессии Народного хурала, предусматривает освобождение от налогов впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность производственной в социальной и научной сфере. Возможно, верно подмечена единственная хорошая новость, но лично я с этим не согласен. Идем дальше. Номер один из статьи Марины Ушаковой «Куда исчезают жители Бурятии». Так, за 9 месяцев 2015 года, по данным Бюро регистрации несчастных случаев МВД по Бурятии, поступило обращение по 804 несовершеннолетним, 498 мужчинам и 328 представительницам слабого пола. То есть всего по 1630 жителям Бурятии. Конечно, здесь не обходится и без светлых моментов. По сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась. Также нужно отметить, что не все заявления о пропаже подтверждаются. Однако люди все же пропадают сотнями. Цифры, согласитесь, шокирующие и заставляющие задуматься, а почему. А вот с доводами полиции лично я категорически не согласен. А вы? Я опять с удовольствием представляю поистине золотое перо Бурятии Геннадия Башкуева и его материал в МК «Воровка книг» или «Год литературы». Другой символ сокрушительных перемен находится в центре Улан-Удэ пышным названием «Дом книги». По крайней мере, так больше по инерции зовут жители это здание на Арбате. Но книги в этом доме не увидишь. Он от крыльца до крыши набит служим людям. В известной мере можно сказать, что власть угробила сеть книжной торговли. Власть не только может, а обязана создать преференции для магазинов книжной торговли, обеспечив, например, льготы на аренду площадей. Современный книжный магазин не только торговая точка, но и читательский клуб. Нынешний, 2015-й, год литературы. Именно книга является кодом литературы. Ее квинсистенция независима от года издания. Но 2015-й уходит. Пошумят страницами и закроют книги до следующего приказа. Сижу и думаю, возвращаться к начальной цитате или нет. Давайте все-таки будем продолжать верить в светлое будущее. С доступными книгами и учебниками, которые по карману родителям школьников. И давайте все-таки читать, а может быть даже и думать. До встречи через неделю.